1 сентября 2020 года глава государства поручил разработать законопроект, чтобы провести прямые выборы сельских акимов. В 2021-25 мая Касамжимар Токаев подписал соответствующие нормативные документы. Выборы, которые на севере страны пройдут в 218 населенных пунктах, состоятся 25 июля. Североказахстанцам предстоит выбрать 71 акима сельского округа. Все подробности далее. Акимы – прямые представители власти в каждом населенном пункте. Общественность оценивает эффективность всей государственной системы управления, исходя из деятельности акимов. Поэтому очень важно правильно организовать предстоящие выборы, которые должны отвечать требованиям эффективного государства и справедливого общества. От косвенных выборов Казахстан перейдет к прямым. То есть акимов сельских округов через голосование будут выбирать не депутаты районных маслехатов, а народ. 40% населения страны проживают в селах. Глава государства считает, что выборы акимов проводятся в первую очередь в их интересах. 25 июля свероказахстанцам предстоит выбрать 71 акима сельского округа. 70 – это акимы сельских округов, и один аким города районного значения – это город Мамлютка. В избирательной кампании у нас задействовано 174 участков избирательных комиссии. Выборы пройдут в 218 населенных пунктах области. У нас заканчивается четырехгодичный срок полномочий акимов сельских округов. И этот раз мы будем проводить, у кого закончился срок и кто досрочно завершил свою карьеру. С 26 июня кандидаты начали выдвигать свои кандидатуры на поста акимов сельских округов. На 2 июля это сделали 42 человека. Из них 25 представляют ведущую партию страны. Оставшиеся 14 – самовыдвиженцы. Представитель может сам выдвинуться, но он при этом должен заручиться поддержкой 1% голосов избирателей данного округа. Если на период окончания регистрации в списках оказался только один человек, а выборы мы обязаны привести только на альтернативной основе, то Аким района имеет право внести еще две кандидатуры. Кстати, каждый кандидат получит по 220 тысяч тенге, чтобы создать и представить свою предвыборную программу. Для ее презентации у них будет 9 дней. На предстоящие выборы акимов сельских округов в Сиркзахстанской области понадобится 190 миллионов тенге. 70% от этой суммы, выделенные из республиканского бюджета, пойдут на оплату труда членов избирательной комиссии. Предполагается, что через два года на такие же выборы будут использовать средства из бюджета области.